Здравствуйте, Елена. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. У нас сегодня традиционная наша программа «Сила права». И сегодня мы будем говорить о результатах надзора за исполнением законодательства в бюджетной сфере. И мой первый вопрос будет звучать так. Какие нарушения устранялись прокурорами в сфере бюджетных правоотношений? Здравствуйте. Органами прокуратуры Республики обеспечивается системный надзор за исполнением законодательства в бюджетной сфере. По итогам прокурорского вмешательства устранялись нарушения, связанные с несвоевременным принятием нормативных правовых актов в бюджетной сфере, с неопубликованием бюджетов, с непредставлением отчетов о расходовании бюджетных субсидий. В ходе надзорных мероприятий пресечены нарушения при реализации муниципальных программ профилактической направленности. Так, в ряде случаев муниципальные программы не были финансово обеспечены. Отдельные их мероприятия носили декларативный характер. Не проводилась ежегодная оценка эффективности программ. Не всегда на сайтах соответствующих органов в сети интернет размещалась информация об итогах их реализации. Проверками законности использования бюджетных средств выявлены хищения, совершаемые путем мошенничества, которые заключались в представлении недостоверных документов и подложных сведений, и в завышении объемов ремонтно-строительных работ для государственных и муниципальных нужд. По данным фактам, органами прокуратуры республики возбуждено 4 уголовных дела. Елена, а есть ли какие-то конкретные примеры практики вашей? Да, конечно. К примеру, прокуратурой Карачаевского района было установлено, что глава крестьянско-фермерского хозяйства представил в региональное министерство сельского хозяйства подложные документы, где отразил сведения о том, что им якобы были приобретены корма для сельскохозяйственных животных, на основании чего между сторонами было заключено соглашение, и по условиям данного соглашения глава КФХ получил субсидию из средств республиканского бюджета в сумме около 2 миллионов рублей на возмещение части понесенных затрат. По данному факту было возбуждено дело о совершении мошенничества. Также прокуратура обратилась с исками в суд о признании недействительными договоров о приобретении кормов для животных и обязании главы крестьянско-фермерского хозяйства возвратить в бюджет неправомерно полученные денежные средства. Хабецким межрайонным прокурорам по аналогичным основаниям было возбуждено уголовное дело. Здесь руководитель сельхозкооператива сфабриковал документы о том, что он якобы осуществлял сельскохозяйственную деятельность, и таким образом ему была выделена субсидия в размере 10 миллионов рублей. Адагихабльской межрайонной прокуратурой было возбуждено уголовное дело о совершении мошенничества в связи с тем, что глава крестьянско-фермерского хозяйства представил сфальсифицированные им документы о покупке сельскохозяйственных животных и таким образом неправомерно получил субсидию в размере 2 миллионов рублей. Прокуратурой республики было направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвинялся в совершении мошенничества, неправомерном обороте средств платежей и в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Фабула уголовного дела такова. В мае 2022 года обвиняемый также представил в Министерство сельского хозяйства республики подложные документы о том, что он приобрел сельскохозяйственную технику. Таким образом, он получил субсидию на возмещение части понесенных затрат в размере 10 миллионов рублей и полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Для легализации полученных преступным путем денежных средств он изготавливал фальшивые платежные поручения, в которых указывал недостоверные основания платежей и осуществлял финансовые операции по переводу денежных средств на счета возглавляемого им юридического лица. Уголовное дело было направлено в Зеленчукский районный суд для рассмотрения. Елена, а в налоговой сфере выявляются нарушения? Да, в сфере налоговых правоотношений нарушения также выявляются. К примеру, пресекались факты, связанные с недостаточностью принимаемых мер по обеспечению поступления в бюджет налогов и сборов. В этом году прокуратурой Республики было направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Руководитель коммерческой организации недостоверно отразил в налоговых декларациях по налогу на прибыль, финансовые операции с четырьмя контрагентами, а также сведения о налоговых вычетах. И таким образом, организация под его руководством за период с января 2017 по март 2019 годов уклонилась от уплаты налогов на общую сумму свыше 93 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Зеленчукский районный суд. Еще приведу такой пример. В октябре этого года прокуратура Республики направила в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Здесь сумма задолженности составляла свыше 23 миллионов рублей. Руководитель юридического лица не отразил в налоговых декларациях по налогам на прибыль и на добавленную стоимость информацию с десятью контрагентами о финансово-хозяйственных операциях, произведенных. Уголовное дело в настоящее время направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Как известно, в нашей Республике тоже реализуются национальные проекты. Здесь есть нарушения? Да. Органами прокуратуры уделяется пристальное внимание надзору за исполнением законов при реализации национальных проектов. Хочу отметить, что Карачаево-Черкесия участвует в реализации 11 национальных проектов. Практика прокурорского надзора говорит о том, что нарушения выявляются на различных этапах освоения бюджетных средств. Также зачастую допускаются нарушения, связанные с несоблюдением сроков выполнения контрактных работ. К примеру, Хабецкой межрайонной прокуратурой при реализации национального проекта здравоохранения были пресечены нарушения, связанные с несвоевременным проведением строительных и ремонтных работ во врачебных амбулаториях в муниципальных образованиях. По принятым прокурором мерам подрядчики были привлечены к административной ответственности и оштрафованы. Прокуратурой города Карачаевска было выявлено, что при строительстве ледового катка в рамках национального проекта «Демография» не соблюдались сроки проведения работ и были выявлены факты оплаты работ, которые в действительности не были произведены на общую сумму свыше 6 миллионов рублей. По данному факту прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки содеянному и в настоящее время ведется процессуальная проверка, ход которой контролируется прокуратурой. Прокурорами при осуществлении надзорного сопровождения реализации нацпроектов осуществляются выезды на места возводимых объектов для того, чтобы на месте оценить ход работ и проверить, как осуществляется строительство и ремонт. И такая работа проводится нами по всем городам и районам республики. Приведу такой пример. В рамках реализации национального проекта здравоохранения в поселке Адженикидзевском осуществлялись работы по строительству врачебной амбулатории. Прокуратура выявила, что в установленные сроки они не проводятся. В связи с этим было внесено представление подрядчику и возбуждено административное дело. По постановлению прокурора, виновное должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. И по итогам прокурорской проверки в настоящее время объект достроен. Прокуратурой Прикубанского района обеспечено надзорное сопровождение при строительстве объектов здравоохранения в рамках национальных проектов. Речь идет о возведении врачебной амбулатории в поселке Октябрьском и фельдшерско-акушерского пункта в селе Пристань. Были выявлены нарушения в связи с ненадлежащим размещением в единой информационной системе сведений об исполнении контрактов и несвоевременное проведение контрактных работ. Прокуратура приняла меры реагирования и нарушения были устранены. Вышеназванные объекты строительства в настоящее время введены в эксплуатацию. Адагихабльским и Хабецким международными прокурорами объявлены предостережения руководителям подрядных организаций о недопустимости срыва срока сдачи объектов, ремонт и строительство которых осуществлялось в рамках национальных проектов культура и образования. Здесь речь идет о школах, учреждениях дополнительного образования и домах культуры. Прокурорам Урупского района было внесено представление в адрес заказчика в связи с тем, что здания фельдшерско-акушерских пунктов не соответствовали требованиям доступности для маломобильных групп населения. По представлениям прокурора нарушения устраняются. Таким образом, нами осуществляется системный надзор за реализацией национальных проектов на всей территории республики. Елена, как ведется надзор за исполнением законов при распоряжении муниципальным имуществом? Да, эта сфера является также одним из приоритетов в нашей работе. Прокурорами выявлялись нарушения порядка ведения регистров муниципального имущества и нарушения, связанные с распоряжением муниципальным имуществом. Прокуратурой Зеленчукского района в ходе проверки было выявлено, что объект муниципальной собственности был предоставлен в аренду коммерческой организации и при этом не вносились арендные платежи. Общая сумма неуплаты арендной платы превысила 5 миллионов рублей, в связи с чем руководитель коммерческой организации незаконно извлек прибыль в обозначенной сумме. По данному факту прокуратура Зеленчукского района возбудила уголовное дело о совершении мошенничества в особо крупном размере. Ход его расследования находится на контроле прокурора. Прокуратурой города Черкесска выявлены факты бездействия муниципалитета по постановке на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования. По данным фактам прокуратура Республики обратилась в суд, предъявив 17 исковых заявлений. Аналогичные нарушения, выразившиеся в бездействии органов местного самоуправления по регистрации права собственности на автодороге общего пользования, были выявлены прокурорами Урубского, Карачаевского, Малокарачаевского и Прикубанского района и Джагутинским межрайонным прокурорам. По принятым прокурорами актам прокурорского реагирования осуществляются меры по устранению нарушений закона. Ну что же, Елена, я благодарю вас за полную информацию. Желаю вам успехов в работе. Спасибо вам.